Добрейшего вечера! Слушайте, ну это уже не смешно, потому что в какой раз я, собственно говоря, на том же месте, но не в тот же час, но в принципе место тоже. Это аэропорт Шереметьево, имени Александра Сергеевича Пушкина, рубрика «Румко Туриз» продолжается, хотя вот сегодня я почувствовал неимоверную усталость от того, что в принципе я хочу все-таки немножко сделать перерыв, но обязательства, которые я взял перед «Румко Туризмом» и перед туристическим агентством посетить 45 городов в нашей стране, как говорится, назад дороги нет. Поэтому сегодня будет у нас Архангельск. Кстати, с именем, названием города какая-то полная неясность, потому что народ придумал, начальство поддержало, их переводят, это называется «место, где проживает Архангель». Ну вот мы посмотрим, что это за место такое, где живут Архангельы, город Архангельск. Морозно, морозно. Ну, надеюсь, все пройдет хорошо. Хорошего вечера, а мне хорошего полета. Так, ну что? Ёб твою мать! Рум-тур по отелям. Я не понимаю, что происходит. Почему дверь? Кровать. Это люкс-номер. На минуточку. Что, блядь, происходит? Ну, красиво. Добрый вечер, добрый вечер. Ага. А это что? Для кого это кровать? А это для кого кровать? Ну, так себе, конечно. Доброе снежное утро в Архангельске. А это что, Двина, что ли? Да, северная Двина впереди. Ну, слушайте, холодно, но вот в отличие от Москвы, я мороз не чувствую. Видимо, все-таки вот на севере, правда говорят, что совсем по-другому морозы чувствуется. Ветер, но, повторюсь, река, какая красивая инсталляция на набережной. О, сказка. Был бы, как говорится, я маленьким, я бы обязательно прокатился. Еще в целом, конечно, вот когда приходишь к набережной, ничего так, вроде бы, город. Я пока еще его особо не увидел. Но вот там, где я проходил, там, конечно, есть разруха. Посмотрим, увидим, дадим заключение экспертное. Начинается наш день в Архангельске. Здесь у нас находятся причалы, на которых стоят вот такие суда, походу. Это не просто для экскурсий, там, для банкетов, для круизов, все такое прочее. Это наши речные трампачники, то бишь общественные трампы. Все почему? Ну, то есть аналоги автобусов, только речные. Архангельск – город островной. Если смотрели на карту или там на самолете пролетали, вы это все прекрасно видели. И много людей живут на островах. Только в дельте Северной Двины несколько, там, десятка высот островов разного масштаба. А в черте Архангельска – Древенник, Большой остров, Хабарка, Дегастров, Краснофлотск и множество других. И там живут люди. Потому что раньше на каждом лесозаводе было предприятие. То бишь лесозавод. На каждом острове был лесозавод. Но в 90-е годы они все закрепили. В 90-е и в начале 2000-х. И получается, что сегодня на этих островах живут несколько десятков тысяч человек. Работы там нет. То есть места предложения труда не существует. И они каждый день вынуждены ездить. Из острова. На большую землю. Не только на работу, но и на какие-то... Соцкульт будет тот же самый. Какие-то мероприятия. Кто-то в школу на камере ходит. Походите, они для нас очень важны. Ну хорошо. Ну а зимой как люди? А если у вас судоходства нет? Зимой эти люди как попадают на материковую часть Архангельска? Пешком. Пешком? Просто по замерзшему льду устраиваются официальные переправы. И я вам рекомендую тоже по ним прогуляться. Если у вас... 21-й век пешком? Да. Прекрасно. Что было 60 лет назад, что сегодня в этом плане ситуация не меняется принципиально вообще. То есть как мы хотели, так мы ходим. Мы где-то через часика-два доберемся до одной из переправ. Я покажу как это. А, то есть мы даже можем сами пройти переправой? Если успеем, то да. Прекрасно, хорошо. Декегастрова, переправа, это самая близкая, но она самая долгая. То есть туда два километра. А мы, разумеется, постараемся выйти и посмотреть, как это происходит. Вот она, видимо, такая любопытная. И если бы остались чуть подольше, могли бы еще попасть на такую интересную ситуацию, когда в успех переправе, а там проходит суд. Суфикат у нас судоходный рука. А, да, да, да. Она у нас ломается. То есть вот этот вот фарватер, судоходный рука, он постоянно пробивается за счет действия ледохова. Привет, привет, мой мой. Ой, моя хорошая. Какая-то... Ой, ой. Да, да, да нет, мои хорошие. Как их зовут? Хонда и Алия. Ой, боже, ты прекрасная. А, давай шарик, шарик, поиграй. А это речной вокзал. О, речной вокзал, да? Да, это морской речной вокзал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, мы пошли. Мы пошли. Да. Да. Да, это морской речной вокзал. не речной, а морской речной. Архангельск. Открытка в 1974 году. Советского интервью. Но, тем не менее, это здание классное по своему виду. И вы его приятные охраны видели, да? Конечно, это здание видно было на открытках Советского Союза. На почтовых марках, да. Ааа, точно, господи, да. Это такая новая модификация, с 2010 года. А если посмотреть более старую модификацию, то там он такой яркий контракт. Слушайте, я даже никогда не обращал внимания. Я всегда на Петра смотрю. Потому что, говорят, что настоящий Петр списан из памятника, который в Тагодроге находится. Они типовые. Но у вас он тоже стоит. Да. Но это наш Тагодрогский. Да, потому что они копиями поставлены. Типовой памятник получается. А вот это вот судно, которое видно в Баскаде. Какое? Вот это судно? Вот это. На самом деле это аргентинское судно. А все думают, что это лодка Петра. Вот, а это не имеет никакого отношения. Не имеет? Есть даже интервью у художника Центробанка, который рассказывал про историю создания вот этой боткновки. Ага. Изначально боткновка должна была выпадить на другую. Ага. Опять обман везде. Ага. Она должна была выпадить на боткновку. То есть, хотели сделать 5-рублевую боткновку. Да. Поместить высотку в Соловейске. Ага. Ага. Которая у вас на территории тоже есть. Архангельская. Да. Ага. И на адресе, на другой стороне боткновок, тоже был Петр, Маштоженский вокал и Советское судно. Ага. Потому что это Советско-постомужеское судно. Но в последний момент решили еще переиграть. Ага. Ага. И, извините, судно Советского на какой-то статус. Ага. Больших интернетов тогда не было, поэтому художник посмотрел на свои картинки и смотрит, о, но есть какой-то судно в России. С него здесь сам. На самом деле даже сегодня можно найти... То есть, судно не Петра. Не Петра. Это был весь Архангельский, как бы, испещурен такими видами транспорта. То есть, раньше были вот такие пазики. Да. Три недель назад. А, три недель там назад. Да. А к приезду Владимира Владимировича Путина поставили новые автобусы, да? Тут и такая история. Хотели транспортную реформу у нас сделать еще 1 января. Ага. Ага. Для понимания, весь общественный транспорт был уже частный. Частный? Нет муниципального. Нет муниципального? Нет. Как такое могло произойти? У нас несколько перевозчиков. Ага. Это всякие ЗАО и Б. Ага. Ага. В конце прошло руку, да? Был проведен конкурс на новый тендер. Ага. Его выиграла московская компания Рико. Ага. Транспортная компания Рико. Ага. И у нее по условиям контракта она должна была к январю, к 1 января поставить в Архангельск 215 таких автобусов. Ага. Она не успела. Поэтому продлили реформу до 1 февраля. Она снова не успела. Ага. Это все еще пазики есть. Вот. Ага. Ага. И когда у нас будет конкурс переформа уже завершена, это еще вопрос очень открытый. Первый автобус Архангельска? Да. Ага. И первый регулярный... Это какой год? Ой. Это самое-самое начало, вроде бы 1909, если мне не изменилось. Вот. Это еще немецкий автобус и первый регулярный автобус вообще в стране. То есть до Петрограда, до Москвы, до Сочи. Именно здесь он появился. И получается, что от чего мы ушли? То есть родина автобусов это Архангельска? Ну, автобусное движение. Ну, хорошо, да. Ага. И это место как раз рядом находится. Вот здесь, на заднем, в плане видна церковь, такая, Рождественская. Ага. Она находилась вон там, на месте, ну вот, грубо говоря, северо-вот какого-то округа. Ага. Чуть подальше. Понятно. И вот здесь проходил такой отмыш. Потом в 1916 году у нас появился трамвай. Тоже активно его стали здесь развивать. Пригласили сюда инцидеры из Сокова. И он все это дорожность организовал. Вот. И, кстати говоря, у нас даже осталось здание все еще тяговое под станцией. Он такой забросанное, но тем не менее. Где этот сам инженер Ишук? То есть он Ишук и создавал этот транспорт в России. Для упрощения понимания и навигации в городе. Вообще в Архангельске сложно заблудиться. Потому что если вы идете вдоль реки, это обязательно проспект. Набережная, Троицкий, где мы сейчас находимся, Ломоносово, Новгородский, там обводный канал даже тот же самый. А если радиальным, то всегда выйдите к улице. По улице имеется в виду выйдите к набережной. А этот генплан кем был разработан? Это еще Екатерина Вторая. Екатерина Вторая, да? Да. И с тех пор это и осталось, да? Да. Вот именно уличная дорожная сеть, она не меняется в принципе вообще в городе. Единственное, что происходит, она вот так вот разрослась. То есть сейчас вот здесь еще город построен. А мы сейчас с вами где? Мы сейчас вот эта площадь профсоюзов, такой белый квадратик получается. И мы с вами вот от него отошли один квартал. И сейчас выходим на проспект Чумбарова-Лучинского, это пешеходная улица. То есть она улица, но тоже проспект. То есть все меньше и меньше деревянных домов в Архангельске, да? С каждым годом. Потому что они еще ведь горят, а пламени все равно, что сжигать сарай или памятник. Ага. И поэтому за последние годы в Архангельске сгорело несколько очень важных, значимых домов. И сегодня они стоят такими угольками. Их нельзя сносить, потому что они памятники. Их можно только как бы воссоздать. Ага. Ну что значит памятник? Это тоже памятник что ли? Это жилой дом обычный? У нас много жилых домов, которые имеют сразу памятники. Ага. То есть там живут люди. И кому-то нравится жить в деревянных домах. На самом деле в них жить хорошо. Я сам жил в деревянных домах вот до 28 лет. В Равку. Причем сталинское построение конца восьмидесятых. Лучшее кстати говоря сталинское. Потому что строили массивно и как-то на века и ответственно. Идем жить приятно. Там тихо. Там очень хорошая атмосфера. Но главное чтобы у него был железобетонный фундамент. Да. У него сваи деревянные как вот эти дома. Они очень быстро разваливаются. Деревянный просто сверху штукатуренный. Как деревянный? Это же кирпич. А нет. Он деревянный просто штукатуренный. Это штукатурка. Можно понять очень легко дом. Дом Ульяновского. Это ошибка. На самом деле много таких. Какая ошибка? На табличке официальная ошибка? Полно. По городу полно ошибок. Хорошо. Как по-настоящему это называется. Ульянский. Ульянский. Для всего настоящая фамилия Ульянский. Вот так же как например есть дальше дом лечебница Дмитриевского. Но на самом деле у него фамилия не Дмитриевский, а Дмитриевский. Угу. Это продукт. Понимаете все конца 80-х годов. Такие таблички навешали на здание. Торопились очень быстро, когда такая мода появилась. Бездаре. Да. И поэтому ошибки встречаются вполне часто. Угу. Вот. Как можно понять какой дом. Кирпичный или деревянный? У деревянного дома стены тоньше. Угу. Вот здесь вот если оконный раму посмотреть, все это тоненькая стена. Угу. А у Кирпичного это всегда там допустим сантиметров 40 как минимум. И дальше. Вот. И этот дом известен тем, что он стоит не на своем месте. Он переехал. То есть это уже такая новодельная конструкция. Тут уже железобетонный фундамент, как вы видите. Новодел, да? Да. Это настоящий деревянный дом. Это тоже такая, видите, у него подземелья очень большие. Там гаражи. Ага. То есть это такая стилизация. А вот там впереди тоже новодел такой красивый домик? А вот мы сейчас выходим на проспекте Мбарова-Лучинского. Сейчас про него подробно и расскажу. Ага. Про дома и про вообще саму идею такую. О, как красиво. И здесь тоже. Это да. Разочарую, это это новоделы. Это новоделы, да? Да. То есть это конец 90-х, 2000-х годов. Ну, 90-е, скажем. А представляете, если бы старые дома так отреставрировали все, какой город был бы красивый, а? Разумеется. А? Просто сказка. А что здесь находится такой интерес? А, музей зодчества. Да, здесь филиал музея Малая Карелая. Здесь находится усадьба Куницыной. Здесь показана экспозиция, которая как бы показывает, как выглядел интерьер жилища от того времени. То есть 19-20 века. О, это пешеходный Арбат, Архангельский Арбат, да? Да, так его порой и называют. Ага. Как красиво. Это, наверное... Это коротенькая уличка. Она примерно 900 метров в длину. То есть от улицы Ивана Кронштадтского, от дворца спорта, от рынка и до высотки почти заходит. 200 километров. Это кто такая? Это памятник поморским женкам, берегиням. Поморским женам? Женкам. Женкам. А, женки. Так называются женки? Да. Вот здесь прямо так и написано. Ага. Ну, женам, женкам по-разному. Ну, женки это ваше произношение. Ну, в целом, да. Ага. Женка. Так, это кошечка. Это ее сыночек. Да. А что она держится? За что она держится? Это плетет. А, плетет веретено. Да. Точно. Красиво. Это верно. Тут так повелось, что у нас на проспекте Чумара-Волутинского фест-кульптура 2. Таким образом, он возник. Искусственный проект? Да. Верю города. К 1984 году. Когда городу было 400 лет, местные власти-архитекторы задумались, что что-то мы много всего нового строим. То есть, новые здания, кварталы, там целые набережные. Это хорошо и здорово. Но мы очень много старого сновим. То есть, вот старые особняки, какие-то кварталы, церкви, монастыри и все такое прочее. И это плохо. Потому что тем самым мы теряем лицо города, убиваем его идентичность. И будущим поколениям просто нечего будет показать. Ну и просто гостям города и самим себе. Поэтому они придумали. А давайте мы возьмем какую-то центральную улицу города. Угу. Выберем по всему городу несколько десятков домов. Вот таких деревянных, стареньких. Их разберем. Перевезем сюда. И соберем на новом месте. Угу. Тем самым сделаем, как бы, такую улочку. Молодцы. Хорошая идея. Да, как выглядел город на рубеже 19-20 веков. Сделали. То есть, выбрали дома. И стали сюда перевозить. Но удалось перевести только два дома деревянных. Все остальные деревянные дома делятся на три типа. Это, например, вот дом Никольского. Это копия дома адвоката Никольского. Его оригинал до сих пор стоит на проспекте советских космонавтов. Тут в нескольких кварталах от нас. А это его копия, как бы, новая. В 90-х годах. А оригинал все еще стоит на своем месте. И дома, которые вообще не имеют отношения к Чумбаровке. То есть, это вот, например, те сталинки, которые появились еще до этой идеи. Или, например, дома более современной. Постройки периода, там, архитектурной вседозволенности, как говорится, 90-х и 2000-х годов. Когда, например, на Чумбаровке появился пятиэтажный жилой дом. В том, что, в принципе, ному такого быть не было. Подождите. А то есть, вот это настоящий дом? Это новоделы. А где-то настоящий дом? Мы до них дойдем. Вот эти кирпичные, они настоящие. То есть, они как здесь стояли, они так и стоят. Потому что их тут никуда не передвинешь. То есть, большая часть здесь просто копия новоделы? Да. То есть, такая музейная экспозиция? Фактически. Ага. А что здесь внутри домов? В этом доме жилой. А, жилые, да? В дом жилые. В дом жилые. И в этом тоже жилые. Очень удалось, как такая именно заповедная. За счет того, что здесь все-таки большая часть копий, а не оригиналов. Но очень хорошая пешеходная. Потому что здесь всегда много людей. И летом прекрасно, наверное. И летом вообще замечательно. Потому что здесь зеленый. И очень хорошо. А это кирпичный дом сталинский такой. Кстати, в Северодвинске очень много таких домов. Да. Там практически весь город так застроен в таком стиле. Это на 50-е. То есть построили. Такой сталинский. Сталинские дома, да. Типичные. Да. Типичные вообще, да. Здесь находится на первом этаже музей литературный. Ага. И перед ним стоит памятник Казьме Круткову. Казьма, да. Казьма, Казьма. Вот. Это ведь такой персонаж вымышленный, у которого зацепила несколько авторов. И там будочка. И у него есть официальная биография. Он родился на самом деле в Архангельской области в деревне Снители. Казьма в Архангельске родился, да? В области. Ну, какая разница, да. Не знал. Как интересно. А вот такая будочка, она используется для обмена книгами. То есть буккроссинг. А, я понял. Для книг. Да. А, буккроссинг. Написано. Создан для обмена книгами. Вы можете взять эти книги, вернуть или принести свои. Но приносить можно только книги. А что тут только одна книга? Ансерж Галон. Анжелика. Разобрали. Разобрали? А, да. Это архангельцы так любят читать? Ну, тут справедливости ради стоит сказать, что промышляют еще не очень хорошие люди, которые уносят книги на макулатуру. А что же? Это надо, в следующий раз, если я приеду в Архангельск, нужно привести книги и положить их сюда, чтобы люди читали. А что я могу? Я Марктовая могу привести. Ага. Агату Кричсе могу привести. Хорошо. Да. Здесь очень динамичная будочка. Утром проходит одна картина, вечером может быть. Класс. Слушайте, идея прекрасная. Я не знаю, есть ли у нас в Москве такая. Откроется? Нет. Вполне вот так. А, можно это открывать. Господи, какая сказка. И такие по городу несколько, даже магазины такую идею тоже подхватили. Просто заходишь, там стоит какая-то полка, и там можно оставить книги с ней. Кто-то в объездах такое практикует. Вот у нас в Москве уже будок не осталось телефонных. И даже Ростелеком не помогает. А у вас Ростелеком, видите, спонсор. У кого-то случайно телефон разрядился морозной зимой. Пришел, позвонил. Только по местным номерам. Да, можно. Но все равно. А на мобильный можно будет позвонить? Или только на город? А, на мобильный. Конечно. А, все. Тут вот восьмерка, звездочка, решетка, все это есть. Ну, Ростелеком. Ну, почему же они у нас в Москве такое не могут сделать? Да можно в других городах такое сделать. Ростелеком уже по всей стране. Хорошая инновация, будочка. Раньше я ходил тоже, когда был маленький, звонил. Вот. Мы уже все были без телефонов, а сейчас мы все с телефонами. Вот. Совершенно. Вот у нас еще парочка. Скульптура очень важная. Вот там вот мы прошли такого дедушку сидящего под часами. Ага. Вот. Это Борис Шергин. Он родился в Архангельске, потом переехал в Москву и жил и трудился там, но с Архангельском тоже очень тесно связан. Ага. Как раз таки это видно, что он настоящий. Ну да, настоящий. Вот это и есть настоящий деревянный дом. Грус просто разбирается, и потом как раз вдруг второобратно разбирается. Красиво. Вот именно по такому грынчику хотели поступить вообще со всеми домами. Ну не со всеми, а с выборными, имеется в виду. Вместо 50-х. Но вот успели только два таким образом. Угу. Ну да, хорошо. Да, конечно. Чтобы куда уж лучше, чем. А это на водил сразу видно. Да, это дом уже новенький. Ага. Музей Архангельский пряник. У вас что, есть пряники в Архангельске? Козули. Козули называется? Это такой тонкий пряник. Вот там вот такая вывеска, не вывеска, а экспозиция как бы стоит. Я думал, только в Туле есть пряники. Там они такие толстые, сытные. У нас такие маленькие, тоненькие, имбирные с корицей. Прекрасно. У нас сегодня попробовать. Самое главное, они еще глазурированные. Глазурированные. Видят какого-то животного. Агентство. Вообще неважно чего. И порой настолько искусственно, что они становятся не предметом еды, а предметом, допустим, подарков и сувениров. Тот самый знаменитый автор сказки «Поехали они до города Парижа». Как она называется эта сказка? Это точнее эмультик. Эмультик сам называется «Смех и горе у Белого моря». «Смех и горе». Ага. Там по нескольким сказкам такой комбо сюжетный. Ага. Ага. Писахов Степан. Ага. Ага. Радует. Эму кто-то трет нос. А, это на счастье? На счастье? Мы потрем на счастье. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это тоже не новодел, а настоящий домик. Да, настоящий. Там, конечно, материал некоторый заменен был. То есть старый просто на новый. Ага. Но в целом это настоящий дом. Просто в другом месте он раньше находился. Это дом коммерческого собрания. Он находился в немецкой слободе. Она находилась вот в той части города. Ага. Что такое немецкая слобода? У нас в городе было несколько разных слобод. То есть это места, где жили преимущественные мужики. Каких-то национальностей или свердей. Здесь жили немцы. Да. То есть люди, которые по-русски не понимали его, как говорили. Это были купцы иностранные, которые приезжали в Архангельск и обживали свою массу. То есть открывали свой бизнес, строили дома. И однажды построили в середине 19 века себе вот такое здание, чтобы заключать договоры, проводить какие-то балы, борческие там вечера и прочее. В 18-м году здесь провозгласили советскую власть на русском севере. И вот такие три причины архитектура, история и политика послужили, чтобы это здание не сломали, когда расширяли проспект, а его перенесли на Чумбару. И в итоге его сюда перенесли, и оно до сих пор стоит здесь и здравствует. Никольский храм? Да. Ага. Такая не очень типичная, легко говоря, архитектура для северного города. Ага. Но, тем не менее, и он, особенность в том, что построен немножечко не по церковным канонам. Ведь алтарь должен смотреть на восток. Ага. А здесь, исходя из градостроительных решений, он повернут на юго восток, даже на юг в большей степени. Ну, потому что действовал строгий регламент, как можно строить. И поэтому его построили четко по сетке, улице, дорог. Ну и развернули вот только таким образом. Ну, тоже ничего страшного. Ага. А какой это год постройки? Это 1904. Да вы что? Ага. В советские годы здесь располагался, во всем этом комплексе зданий, были военные, это были пограничники, а здесь располагался их клуб. А-а-а! В 90-е годы передали это здание обратно, епархии, и его возобновили. То есть построили вновь колокольню, которая была снесена. И у нас здесь находят клубы. Там внутри тоже легко так красиво, аутентично. Ага. То есть как и было, собственно говоря. Не монастыря, а вот эта крепость, которая была отнесена в 1584 году. Святого Архангела Михаила, первая деревянная крепость 1584 года. Да. И поскольку все было деревянное, это однажды все сгорело. Ну, поскольку город тоже выгорал. И впоследствии, в начале 18 века, на месте вот этого большого пожарища тогда, построили вот такое большое здание. Это Святотрольский центральный собор. Угу. Его снесли в 1929 году. И он еще был известен тем, что вот эти большие крески смотрели не на наружу. То есть на главную площадь города и на главный проспект. И когда к нам приезжал сюда Александр Второй, он отмечал такую легкость около собора и его большой масштаб. Угу. Грять запрещено. Купаться запрещено. Ходить по льду запрещено. А тут написано, переход по льду разрешен. Да? Ага. Прекрасно. Поехали? Куда поехали? Ага. Это, видимо, катаются. Да, это ребят катаются. Угу. Слушай, как их много? Это, наверное, со всей России приехали, да? Ага. Ну ладно, мы никуда не уйдем. А мы пойдем, можем, да, пройтись чуть-чуть? Ага. Когда я еще по льду, по льду-ка еще пройдусь. Ага. Главное не провалиться. Идем потом на пещерный пляж, где начинается вода, наступает, а там уже начинается вода. Ага. По земле идем, да? Да. А сейчас перейдем на такие деревянные пляжи. Ага. 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 Да? Да. Да. Фонарова красивая. А здесь получается вечером свет может гореть, да? Я смотрю, электричество здесь, лампы, да? Ага. Ну это я представляю, какой, это, нужно быть силу воли иметь, чтобы с утра и вечером, утром идешь на работу, а вечером идешь с работы. По такому ветру. Этим людям, которые живут на другой стороне реки, нужно памятник поставить за их силу воли. Потому что я уже иду пять минут, и я уже хочу обратно. Ну а местные зрители же могут написать губернатору, сказать, ну как бы что-то нужно сделать. Ну как, это же мучения ежедневные, туда-сюда. Это же сколько человек там проживает на той стороне? Какие? Ну вот на бревеннике проживает пять тысяч. Ну пять тысяч. Эти пять тысяч не могут написать письмо президенту, в конце концов. Ну вот это так, если это происходит. Но, чтобы что-то произошло, у нас в центре города не всегда все делается. Ага, ну так. Потому что бюджет города, например, нет. Ага. Вот ничего себе мы как далеко ушли. Ага, вон там. Средины реки скоро будет. Как там говорится, не каждый дойдет до середины реки, да? Это да. Ага. А мы дойдем сегодня. Вот видите, там дальше фары горят, там автомобиль едет. Ого, ничего себе. То есть посередине реки проходит теплоход, да? Примерно раз в день или будет чаще? Это вот вчера, наверное, прошел теплоход здесь, да? И когда он проходит, это переправа убирается. Убирается он? Убирается, да. Ага. 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 город весь дырки на метель потому что надува обратно да спасибо все равно да против ветра а он спину нам будет тут с богом а все ради вас на минуточку ради шоу контента хорошего дня это архангельск а какая примерно средняя зарплата в архангельске нам ну скажите ладно а потом настоящую 55 тысяч раз так говорит хорошо а вы как местный житель сколько скажите сколько получает средние если посмотреть по людям которые просто работают в магазинах я бы назвал еще 30 30 до это ближе кисти не давать мы пропустим я бы назвал такое разумеется все зависит от того где ты работаешь вот взять тех же перевозчиков на автобусах многие жалуются что там мало зарабатывать но на самом деле зарабатывать то можно придется там люди заработать там по четырнадцати часов что превышает все допустимые недопустимых но и зарабатывать хорошо потому что у них зарплата ставится прямую зависимость от количество привезенных а молодежь активно уезжает из города да есть да есть такое да и в один год 11 класс уехал из города то вы что ни один не остался в окангельске учиться в город и куда-нибудь но за границу но опять же потому что работать здесь негде да вы же сами сказали что если работать только в сфере обслуги да а в годы советского союза ангельска был очень зажиточным городом здесь были северные деньги давали жилье давали кучу комбинатов поэтому промышленность была развита и город называли всесоюзная лесопилка да все союзная лесопилка точно также архангельск называли до зажиточные были город можно назвать городом памятников в том числе и скульптур миниатюрных это кому показывает местных рабочих которые занимаются дочкой и доками из бандарного цеха тут видимо смолу катят в этой бочке у нас не был смольный буян это территория вот туда дальше за мостом туда в Архангельской области добывали смолу там ее упаковывают в бочки и отправляли дальше за границу в других городах и одна из-за там получился огромный пожар смолан и поэтому все небо было очень большим таким черным дымом смольный буян давай помогу тебе а а это стела какая-то город воинской славы да он точно же получил я впервые вижу мечеть деревянную одна из немногих вообще в мире а вы уже проводили исследование если еще деревянные мечети а почему у вас здесь мечеть из дерева а потому что самый доступный был материал строительный сейчас строить дорого а из дерева почему бы нет лесозавод в полно вырабатывает да то есть от того времени строения да на самом деле вот именно эта мечеть она новая история следующая на рубеже веков 19-20-го в ПВО уже был голод много татар разъехалось и некоторые доехали до севера торговали по коленям чаем и прочим жили здесь и однажды построили мечеть это был 906 год советские годы ее забрали для государственных нужд а в 2014 году отдали обратно татарской общине они стали ее воссоздавать и не подожгли какие-то злые в итоге она сгорела почти полностью остался только остров от нее и на это восстановили до вновь новый да и теперь это самое высокое здание слева построена 25 этажный жилой дом для хангской области это пота рекорд а разве можно на таких землях землях болотистых строить такие высотные дома ну они очень активно это самое сделали мощный фундамент пока не стоит вроде бы не кренится слушай катастрофа да высотка и старый деревянный дом до город контрастов но существует вся страна контрастов приезжайте в город афганка все вообще любите россию и россия полюбит вас да но это конечно не точно а танец в плане туризма в плане путешествия очень часто принимать такой перевалочный год когда люди едут просто на 7 например не можно остановиться красиво увидеть мы окна не любят да но красивая панорама открывается вполне и вы получается мы с вами пришли от музея который вот там находится за желтыми домами пошли по набережной до собора и морского да мы вообще сегодня молодцы мы такой вообще дали вы забыли что вы еще по реке прошли туда и обратно а как как хотели первые переименовать город в годы советского союза сталин порт стали на порт двина сплав двина сплав лесопильск лесопильск и множество других вариантов потому что архангельск это и православная ну как бы имя развею святого религиозного да но остался архангельска и вот в этом зелеником домике вот на углу лучем боровки находится местный джаз клуб там каждый день каждый вечер дают джазовые концерты джазовые стандарты южен там блюдо угодно доброе утро ну хороший отель у меня у меня обратите на него внимание если будете в архангельске такой вот бутик-отель но это не бутик-отель но сделано с любовью все три звезды вот эти какой секс он прекрасно и дизайн прекрасный дизайн и проработал да при отеле и знаменитый ресторан руми он тоже так же называется а вот северная кухня получается здесь кстати посадочных мест не так уж и много всего лишь да и ватные кабинки а что это такое а бас баш изолене с копченой сметаной и подаем к нему а еще расскажите этим эти настойки а на стойке мы наставим их сами по очередности это крыжовник лайм кориандр брусника и джин на морожке хорошо спасибо большое так ну что рубрика вот поедем поедим и наживёмся данном случае вот ресторан руми это архангельск вот ну что это прекрасный город давайте порос это филе цыпленка мы готовим его в сувиде и при подаче обжариваем его в сувиде в вакууме поэтому он остается нежным и весь вкус остается в нем далее мы его обжариваем чтобы была хрустящая корочка подаем с как гарнит крем на основе картофеля с добавлением белых грибов идет крем на основе томленого белого олуха и как соус мы подаем насыщенный крутой грибной бульон и ой и кашаем сверху сверху сельдереем и чипсами спасибо да спасибо кстати вот эта настойка вторая кориандр как-то вот не зашла она как-то очень шиноват не за вас не за вас слушайте на очевидность вот в этом ресторане все заточено конечно же больше на вкус на вкус и на подачу посмотрите вот сметанник это сметанник вот просто невероятная подача я конечно сметанники разные видел но чтобы в таком и в такой варианте сметанников я точно не видел так вот вкус блюд вообще безупречный я бы поставил по шкале фигурного катания 6-0 вот а ну вот объем блюд конечно же для дюймовочек наесться вам здесь но сложно будет вот ну и конечно наливочки мы продолжаем дегустировать дегустирует наливочки и так отель румиа или собственно говоря ресторан румиа находится да да мир во всем мире имя да м 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 Субтитры создавал DimaTorzok